Всем привет! В сегодняшнем видео мы рассмотрим укладку плитки с необычной фактурой на уже подготовленную поверхность. На примыкание стен с гипсокартоновой перегородкой клеим гидроизоляционную ленту, после чего все стены и полы проходим гидроизоляцией в два слоя. Затем делаем разметку со второго ряда. Прикручиваем профиль для точной и ускоренной укладки. Как вы видите, монтаж направляющих профилей мы делаем строго по лазерному построителю. А что у нас из этого получится, мы сейчас увидим. Поехали! Формат плитки составляет 20х20. Так как плитка имеет углубленную фактуру, применять СВП нет смысла. Зазор плитки составляет 1,5 мм. Хотя по мне, при такой фактуре зазор нужно делать значительно больше. Стены для такой плитки нужно выводить в идеале и класть на минимальный слой. В моем случае слой гребенки составляет 8 мм. Вот такой вот у нас получился интересный угол. Разметка была выполнена таким образом, чтобы общий шов синхронизировал с люком. Здесь у нас получается конец плитки и плавный переход на люк. В расчет брали каждый миллиметр. В конце ролика увидите эту фишку. Из-за углубленной фактуры плитки нам приходилось ее перебирать и более-менее ровную сторону резать под 45 градусов. Опять выбираем. Вот это более ровная сторона. И мы именно на ней делаем загусловку. Далее корректируем черепашкой. Номер черепашки 200. Вот такой вот угол у нас получился. Лучше уже точно не получится. Продолжаем укладку. Далее корректируем черепашки 200. И отначитывает блок Тан Su that's almost 30 иきたка. здесь нам приходилось плитку центровать и наружный угол вышел не заводской а собственного производства каждую подрезку подгоняли индивидуально далее я покажу как мы это делали в каждый угол мы вставляли кусочки картона толщиной где-то в один миллиметр что при высыхании не втянула и не расколола угол фиксируем малярной лентой в местах нахлёста угла из-за фактуры мы отмечаем и корректируем для более менее ровного угла в общем делаем все что надо было делать для улучшения качества хотя это такой стиль укладки и он на это скорее всего рассчитан и все же мы старались улучшить но это нам особо не помогло получилось должно было получиться и и один угол попытались собрать с помощью свп но ровнее он от этого не стал так что укладка этой плитки должна производиться без свп как мы видим мы здесь подогнали таким образом чтобы вся плитка синхронизировала с люком производим монтаж профиля с помощью лазерного построителя центруем плитку вся плитка на стенах производится гребенкой 8 миллиметров но при нажатии люка нам нужен свободный ход 2 миллиметра и облицовку люка мы будем производить на гребенку в 10 миллиметров в местах нажатия мы не наносим клей клей контролируем уровнем всю плоскость устанавливая первую плитку а кто не видел первую часть я на всякий случай оставлю ссылку на первую часть ссылка под описанием видео в местах где плитка заходит заходит за пределы люка мы не наносим клей там должен оставаться зазор в два миллиметра для нажатия люка только в этом случае он сработает правильно контролируем плоскость и продолжаем облицовку плитку на люке фиксируем свп в один миллиметр кому интересна система я также оставлю ссылку а кто ведет мой промо код тому будет скидка 10 процентов ссылка под описанием видео итак закончили облицовку скрытого люка и и вставляем такие вот клинья для фиксации люка чтоб при высыхании не изменился наш зазор для срабатывания люка после того как все высохнет мы удаляем клинья и проверяем работоспособность люка все сработало как надо то есть четко далее делаем облицовку вокруг люка и как ранее мы рассчитывали у нас все совпало а и и и и и и и и и Произвели облицовку плиткой верхнюю часть инсталляции. Теперь переходим к нижней части. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, после того, как все высохло, мы еще раз проверяем люк на его работоспособность. Все работает отлично. И зазоры все выдержали как положено. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... После облицовки стен мы приступаем к облицовке пола. Но вначале кинем пару плиток без клея для общего понятия, с чего же начать. После того, как мы убедились в правильной раскладке, приступаем к ее укладке. Для фиксации плитки мы будем применять СВП размером 1 мм. Кому интересна эта система, я на всякий случай оставлю ссылку под описанием видео. Плитку обязательно промазываем клеем. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После облицовки пола приступаем к укладке первого ряда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Далее мы попытаемся примерить ванну. Насколько точно мы сделали и нет ли ошибок. Вроде все отлично. Ванна подошла как положено. Углы 90 градусов соблюдены с точностью до миллиметра. Далее мы приступаем к затирке. Затерли скрытый люк, но чтобы он действительно был скрытым, то примыкание люка со стеной нам надо пройти силиконовой затиркой. Но это уже будет в следующей заключительной части. В данное время произведем затирку швов. И для этого нам понадобится латекс и затирка на цементной основе. Вместо воды разбавляем латексом для эластичности. Тем самым шов получается ровным и одновременно происходит защита от влаги. Также продлевает срок службы. Здесь мы видим, что у плитки слишком глубокая фактура и губкой протереть не удается. Поэтому мы попробуем применить микрофибру. Отмыть можно, но с очень большим трудом. В конце протрем салфеткой для стекол, чтобы окончательно собрать всю затирку и дать блеск нашей плитке. После того, как мы изрядно помучились, решили всю фактурную плитку проклеить малярной лентой, что позволило нам ускорить процесс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Попробуем нанести затирку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пройдемся губкой, так как затирка на латексы, с повышением ее плотности губка перестала справляться со своей задачей. И мы также применили микрофибру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В конце протрем салфеткой для стекол. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пройдемся губкой, чтобы удалить скотч. И вместо микрофибры попробуем тряпочку для мытья посуды без моющего средства. Дела с затиркой пошли намного быстрее. Чем дальше мы экспериментируем, тем быстрее у нас получается. Но в конце без салфетки для стекол нам уже не справиться. Приступаем к затирке пола. Здесь мы весь процесс повторяем так же, что и на стенах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, вся работа выполнена. Приступаем к следующему этапу. Берем мыльную воду и обрабатываем плитку. Но ни в коем случае мыльная вода не должна попасть во внутренний шов. Далее наносим герметик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обрабатываем мыльной водой наш угол. И шпатель, которым будем формировать угол. После чего формируем угол, удаляя лишний герметик. В местах углубления фактурной плитки приходится дорабатывать пальцем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перед нанесением герметика на швы скрытого люка мы их обрабатываем вазелином. Наносим только на наружную сторону шва. Это делаем для того, чтобы герметик прилип только на рабочую сторону люка. Также обрабатываем поверхность плитки. После чего наносим герметик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее обрабатываем мыльной водой и формируем шов, удаляя лишний герметик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После полного высыхания с наружной стороны шва проходим тонким лезвием. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее попробуем открыть. Люк срабатывает, но не так, как хотелось. В следующий раз попробуем, в следующий раз попробуем другой способ. А на сегодня у меня все. Всем пока, спасибо за внимание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА